Всем привет! Это третья часть моего мото-путешествия по Карпатам. И в этой серии я выехал со Львова и направляюсь в город Схиднеця под Трусковцом. Что я там собираюсь сделать? Чуть попозже, но сразу скажу, что там меня ждут мои кумовья, которые тоже с Киева, но свой отпуск решили провести именно в этом городе. В Схиднец я присоединюсь к празднованию День рождения кумы, ну а также просто переночую и после этого уже отправлюсь дальше через Карпаты в сторону Мукачева и Ужгорода. Что для меня оказалось странным, это то, что не главная дорога, а просто такая региональная дорога, скажем, регионального назначения от Львова до Схиднеця, она все равно ровненькая, как стекло, недавно отремонтированное, отреставрированное. Да просто положенная новая дорога, ехать по ней прям, ну очень-очень комфортно. Плюс, кто-то мне говорил, что, да не Львов, это не Карпаты, под прошлым видео в комментариях, но чем дальше отъезжаешь Львова, чем ближе подъезжаешь к Схиднеце, тем больше ты видишь, что вот точно, вот сейчас вот будут именно эти Карпаты. Что еще мне очень понравилось в дороге, это прям огромное количество разных церквушек, все населенные пункты прям причесанные, красивенькие, вылизанные, ну и дома, конечно, смотрятся побогаче, чем в обычном нашем селе, скажем, центральном Украине. Самым большим минусом в этой поездке я считаю то, что я не встретился с одним интересным человеком, это Коля с канала Мотолайф, Мотопокатухи, по-моему так канал называется, ну, я думаю, что вы все его знаете, это Коля Шимоня, который очень-очень активный, лифановод и очень часто постит в группу лифанов в фейсбуке. Кстати, у кого есть лифан и аккаунт в фейсбуке, я думаю, вы должны просто подписаться тоже на эту группу, потому что там очень много, очень большое комьюнити, больше 500 человек уже обсуждает, делится своими фотографиями, обсуждает всякие нюансы обслуживания и ремонта мотоцикла в лифан. Так вот, к сожалению, с Колей в этой поездке я не увиделся, но ничего, я думаю, или в следующем году к нему заедут, или может он как-нибудь будет в Киеве, и мы обязательно встретимся. Коля, привет, и еще раз сорян, что я к тебе все-таки не подъехал. Ну, а тем временем я подъезжаю к Трусковцу. А вот и он, вот и Трусковец. Несмотря на то, что навигатор прокладывает маршрут в объезд Трусковца, мне просто интересно проехаться по этому городу, потому что, мне кажется, отличие в Трусковце и Схидненсе будет громадное, несмотря на то, что у этих городов более-менее один принцип отдыха. Сейчас расскажу вам поподробнее. В самый центр Трусковца я въезжать все-таки не буду, но вот немножко проедусь буквально по такому около центру. И что я вижу на экране, что, надеюсь, вы тоже видите, потому что шлем, посадка мотоцикла и шлемы, они так немножко опущены вниз. А вижу я то, что в Трусковце очень много всяких пансионатов, лагерей, не знаю, как хотите, так и называйте, то есть зданий такого отельного пансионатного типа на кучу номеров. И они все такие большие, есть и старенькие, есть и новенькие, есть куча новостроев, прям строят до сих пор. И вот если сравнивать со Схидненсе, которую мы увидим дальше, то мне кажется, тут Трусковец немножко проигран, потому что в Схидненсе все-таки больше, более низких строений, а в остальном, по инфраструктуре, по минеральной воде, по горам, по виду, по воздуху, Схидненсе ни в чем не проигрывает Трусковцу. Но, как я говорю, жить и отдыхать, то мы не готовы. А Схидненсе уже недалеко, он буквально за теми горами. Кстати, про подъем по этим горам и спуск, соответственно, вы можете увидеть в одном из моих предыдущих видео про горный серпантин и Схидненсе. И как я тут развлекался после сотен километров ровная дорога. Итак, Схидненсе, день рождения Кумы, и здесь у меня квест номер один, это достать цветы. Сначала, так как этот город небольшой, первая мысль у меня была просто проехаться по центру, посмотреть, может, где-то в близлежащих магазинах, есть вывеска «Живые цветы», «Живые квиты», «Чепросту квиты» на украинском языке, и таким образом найти. Но, чуть-чуть покатавшись, я понял, что эта идея не сработала, и пришлось спрашивать. Как говорится, язык не только до Киева доведет, но и поможет найти цветы в Схиднице. И поэтому, спросив буквально в двух местах, мне указали вот на такую вот хреновенькую дорогу, и сказали, что в конце ее придется пройти пешочком, а не на мотоцикле проехать, и в конце я таки найду цветы. Ну, придется поверить и проверить. Хух, нашел квест, «Веди цветы» в Схиднице, закончился успешно. Потратил я на это, ну, больше, чем полчаса. Теперь вопрос о том, как. Мотоциклист, красавцы, возят цветы у себя на мотоцикле. Я думаю, что я вот так вот буду. Да, они просто стоят, надеюсь, что ничего с ними не будет. Да, чтобы ничего с ними не было, перчаточки я снял, буду ловить руками. О, ну. Так, ну что, пошли. Ну что, ребятки, везу цветы на мотоцикле и делюсь своим опытом, удобно это или нет. Вот таким вот образом, как везу их я, как мне показалось, удобнее всего. Везти можно, но со скоростью, скажем, до 40, а то и до 30 км в час. Если едешь быстрее, уже ветерек нормально так дует и все хочет и хочет сдуть эти цветочки у тебя с руля. Ну, даже не то, что сдуть цветочки с руля, он просто, ну, он достаточно сильный для того, чтобы их опортить. Типа того. И я, честно говоря, даже не знаю, как там. Ну, я и не особо смотрю такие видео, но где-то на фрагментах в Инстаграме, в Фейсбуке видел, что какие-то блогеры прям везут цветы на такой скорости, около 60-70 км в час. Ну, я вообще в шоке, какие цветы просто приезжают к девушкам после этого. Итак, подъезжаю, так сказать, к месту встречи. Единственное, что кумовей своих я снимать не буду, потому что поездка не об этом, поэтому следующее включение уже через день, когда я собираюсь из Хидницы выезжать. Ну что, ребята, вторая ночь прошла, второй день, соответственно, тоже. Третий день я выезжаю со Схидницы в сторону Мукачева и Ужгорода. Да, по расходам получается. Вчера я вечером поел шашлыка и там попил, говоря, пиво с кумовьями. Это мне обошлось 250 гривен. Плюс ночевка в номере. Это обошлось 400 гривен. Да, и сегодня я позавтракал на 65-50. Итого, расходы тут были, опять-таки, не очень большие. Ну, следующий день очередная дорога, очередной город. Поехали. Подножки забрал. И путь. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok